С 19 лет я был активистом, и из-за активистской деятельности своей я не мог найти работу. Вот сейчас залезла российская власть и решила залезть в Украину. Но до этого, да и сейчас, и до этого, она всегда лезла в жизнь к людям внутри России. Постоянно были репрессии, они постепенно увеличивались. По телевидению постоянно, начиная с 2014 года, постоянно велась антиукраинская политика, постоянно рассказывали что-то про то, какие украинцы плохие. Мы с парнем понимали, что нужно будет уезжать, потому что репрессии, они усилятся. Весной появились законы о фейках, то есть если твоя позиция публично не сходится с позицией Министерства обороны, то это является фейком, и за это могут посадить до 15 лет. Ну и тема того, как я уезжал, это тоже такая же тяжелая тема, как и начало войны. И у меня до сих пор картина, как прощались с родителями. Они стояли на платформе, мы в поезде, и эта картина до сих пор осталась в памяти. Я еще когда был в России, я нашел контакт местной активистки, женщины, Алмудена ее зовут, она нас и приютила, она нас и встретила в аэропорту, и приглашение тоже отправила. И она нас в том числе отвела в СИАР и помогла нам вообще найти такую организацию, которая помогает вести дело в СИАР. Но мы подали сюжетное убежище, когда я просыпаюсь или ложусь спать, я не думаю о том, что утром могут прийти с обыском или посадить. Здесь чувствуется именно свобода, видно, что люди не гомофобно настроены, о том, что я гей, об этом я не говорил обычно. То есть если я говорил, то самым близким людям, потому что правительство настраивает, а телевидение настраивает народ. Я из-за границы до сих пор все равно являюсь российским активистом. Произойдет мобилизация, и далеко не все знают, как с этой мобилизацией бороться. И люди боятся, и они бегут от этого. И это тоже нормально, это такой инстинкт самосохранения. И людей, наоборот, этих нужно поддерживать, потому что они бегут от репрессий, бегут от диктатуры. И хотят найти нормальную жизнь. Все люди, и без разницы откуда, и все уехали из-за войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова